Спасибо. Сегодняшняя встреча с журналистами началась с минуты молчания. Как рассказал Ленарг Абдурахманов, автоинспекторы осознанно пошли на блокировку улицы своей машины, только не успели из нее выйти. Иначе нарушителя, за которым до этого по городу гонялись 14 минут, было не остановить. Скорость нашего патрульного автомобиля 160-170, соответственно скорость автомобиля, который они преследовали, еще выше. Автомобиль двигался в сторону центра, пешеходы на улице наблюдались, поэтому любое промедление в данной ситуации могло привести к огромным негативным последствиям. Журналисты спрашивали, почему для блокировки дороги использовали именно этот, а не более надежный автомобиль. Просто ближайший экипаж, который смог что-то сделать, был именно на приоре. То есть каждого посадить в БМВ мы не можем. Не могли при задержании полицейские применить и оружие. Применение огнестрельного оружия было исключено согласно пункту 6 статьи 23 закона о полиции, которые запрещают применение оружия, если в результате могут пострадать случайные лица. А при стрельбе именно в городе этого исключить никак нельзя. Начиным гонщиком оказался 31-летний житель Казани, ранее судимый за приобретение наркотиков. И в 2015 году лишенный водительских прав. Машина принадлежит его матери. Теперь вопросы возникли и к ней. В отношении нее на данный момент конкретно также проводят следственные действия. Собственное транспорство несет ответственность наравне с тем, кто управляет. По ДТП на водителя уже завели уголовное дело. Прокуратура требует добавить и другую статью. Это посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов. По ней грозит до 15 лет лишения свободы. Добавим, что при этой аварии мужчина отказался от медосвидетельствования. Но в каком он был состоянии, все же узнают. Он же поступал в медицинскую учреждение. Соответственно, анализ у него в том случае правильный. Конечно. Результаты есть? Пока еще нет. Но я хочу сказать, что результаты ХТИ у нас готовятся как минимум неделю. Второй автоинспектор, блокировавший дорогу Вячеслав Морозов, сейчас находится в больнице. Состояние удовлетворительное. Его и погибшего Юрия Матрёнина представят в награде. Радик Фархулин, Дмитрий Аренин, Александр Лобанов, ТНВ «Казань». Радик Фархулин, Дмитрий Аренин, Александр Лобанов, ТНВ «Казань». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова